Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. И сегодня у нас на обзоре часы Восток линейка Amphibia серия Neptune, модель 960762. Вот эта модель. Модель предстоит перед нами в корпусе из нержавеющей стали, сбоку он глянцевый, задняя крышка у нас матовая, там указана надпись Neptune, свойства часов, противоударный, автоподзавод, водонепроницаемый, 200 метров, и характерный символ линейки Neptune. Да, часы водонепроницаемые, как и все амфибии, 200 метров, то есть в них можно погружаться под воду, нырять. При этом браслет у часов также из нержавейки, но он не литой, и он, честно говоря, здесь вообще отвратительный, потому что он очень сильно шумит. Вот смотрите, при движении будут такие неприятные звуки. Обычно у недорогих браслетов, совсем дешевых такие звуки. Конечно, да, браслет здесь не очень качественный, также хочу обратить внимание, что по центру у него идет глянец, который также, скорее всего, будет собирать царапинки. Зато застежка здесь с двойным фиксатором, то есть, во-первых, раз фиксатор, и второй фиксатор это кнопочки. Она у вас не расстегнется случайно, это точно. У часов мы видим безель, разделенный на две половины, черную и красную. Крутится он с натяжкой, но в обе стороны. Циферблат у модели черный, толстая часовая и минутная стрелки со светонакопительным покрытием, окошко даты между четырьмя и пяти часами. В районе десяти часов у нас секундная стрелка, смещенная. И также у нас есть дополнительная стрелка, красная, с треугольным наконечником. Эта стрелка здесь выполняет две функции. Первая ее функция это индикатор 12-24, то есть она показывает утро сейчас или вечер. Если у нас безель установлен вот таким образом, что 24 часа у нас на 12, 12 у нас на 6, и стрелка указывает у нас сейчас на 6, то есть значит у нас сейчас 6 утра, а не 6 вечера. Потому что если бы у нас был вечер, сейчас я вам продемонстрирую это. Если бы это был вечер, то стрелка, видите, уже указывала бы на 18 часов. Если же вам этот индикатор не нужен, а вы, например, путешествуете, то эта стрелка может выполнять функцию GMT, то есть второго часового пояса. Для этого мы, например, если мы путешествуем в какую-то страну и там, скажем, на 3 часа больше времени. У нас сейчас, например, 18 вечера и 10 минут, а в той стране, куда мы путешествуем, 9 часов и 10 минут. Мы устанавливаем эту стрелку так, чтобы она показывала примерно на 9 часов вечера и 10 минут. И теперь у вас здесь два времени. Время ваше и время той стороны, куда вы путешествуете. Соответственно, с движением часовой и минутной стрелок движется и стрелка времени страны, где вы пребываете. Обратите внимание, что дата, кстати, перелистывается ровно в 12 часов вечера, что не может не радовать. Механизм здесь достаточно качественный. Кстати, механизм здесь 24, 26, 02. 32 камня. Средний суточный ход минус 20, плюс 60 секунд в сутки. Не менее 31 часа запас хода у этого механизма. И при этом здесь есть как автоподзавод, так и ручной завод. Обратите внимание, что автоподзавод это завод от движения, то есть вы их носите и они заводятся. Как осуществляется ручной завод? Для этого мы раскручиваем головку. Головка обязательно должна быть закручена, так как туда может попасть вода, если вы ее не закрутите до конца. Раскручиваете и попадаете в нулевое положение или в первое, как вам удобнее. В этом положении, если мы двигаем головку по часовой стрелке, то вы услышите характерный треск пружины, это будет означать, что она заводится. Таким образом вы осуществляете завод. И в следующем положении мы уже двигаем часовую минутную стрелку. Как и во многих востоках, практически во всех даты здесь отдельно не устанавливается, поэтому если, например, у вас восьмое число, то вам нужно просто прокрутить часовую минутную стрелку, чтобы здесь стало восьмое, и уже потом установить необходимое время. После этого закручиваете головку. Также у этого механизма есть противоударное устройство узла баланса, что означает, что часы защищены от случайных ударов, падений, то есть можно сказать, что они противоударные, однако не стоит этим злоупотреблять и советую все-таки оградить часы от ударов и повреждений. Стекло здесь у нас выпирающее, очень сильно выпирающее, и при этом оно органическое. Органическое, то есть будет собирать царапины, если вы активно им обо что-то будете тереться или ударять. Это не минеральное, не сапфировое стекло, поэтому будьте аккуратнее. Даже на моей руке часы смотрятся отлично, оно и понятно. Здесь стандартные для востока 40 миллиметрового корпуса. 40 миллиметров у нас и диаметр корпуса, и высота от ушка до ушка. При этом толщина здесь достаточно большая, 14,5 миллиметров, во многом за счет и выпирающего стекла и выпирающей задней крышки. Ширина браслета 20 миллиметров, для тех, кого будет смущать этот брякающий браслет, можно его будет заменить на более качественный. Вес часов при этом 130 грамм, они достаточно увесистые, во многом за счет самого корпуса. Браслет здесь, конечно же, выполнен запасом, как видно, на мою запястье 3-4 звена нужно убирать. Ну а так, на максимум, я думаю, где-то 23 сантиметра за пять, и сюда спокойно влезет. У часов неброский хороший дизайн, то есть они подойдут на каждый день, но у них есть немного спортивного стиля, за счет агрессивной стрелки, вот этой красной, и красного безеля. Красной половины безеля, поэтому скорее по деловой стиле они не подойдут, а так, во все остальные случаи вы их можете спокойно одевать. Ну, со светонакопительным покрытием, на моей памяти, у Востока никогда не было особо проблем, тут все прекрасно видно. Риски, стрелки, цифры, даже наконечник, очень яркий причем, наверное, самый яркий, может так просто подзарядилась, но в целом здесь все прекрасно видно, время можно различить в киноте. Подводя итоги, хочу сказать, что часы оказались очень противоречивыми, у них как много плюсов, так и много минусов. Как плюсы могу выделить противоударность механизма, водонепроницаемость корпуса, также неплохой дизайн циферблата, небольшой диаметр 40 миллиметров, и также вот эту стрелочку, в которой выполняют сразу две функции. Однако есть и минусы, минус это лично для меня толщина, сильно выпирающий вверх и низ часов, мне это не очень нравится, также минус органическое стекло, которое скорее всего будет собирать царапины. Как минус безель не буду, наверное, выделять, он здесь крутится не очень хорошо, конечно, но это возможно сделано для того, чтобы он просто лишний раз не крутился, потому что на него мы ориентируемся, когда смотрим на эту стрелочку, будь то индикатор 12-24 или функция GMT 2-го часового пояса. Ну, конечно, и как минус, основной я выделю браслет, который здесь, как я уже сказал, абсолютно отвратительный, вы это сами слышите, и, конечно, покупая эти часы, я бы на вашем месте сразу бы купил бы и новый, более качественный браслет. Хотел бы увидеть в комментариях ваше мнение по поводу этой модели, также, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, но на этом всё, всем пока!